Тур-индустрия, наверное, как лакомцевая бумажка, отражает социальные настроения общества. Экономические кризисы, военные конфликты и природные катаклизмы тут же сказываются на туристической активности населения. Наши люди, конечно, в общую канву, может, и не вписываются, россиянина напугать непросто. Судя, все же по небольшому количеству посетителей юбилейного десятого турфеста, финансовые проблемы кого-то коснулись. Но не всех. Хочется посетить те страны, где ты еще не был. И узнаешь все более о них не только с интернета, а лично пообщавшись с людьми, которые действительно приехали с того города, либо с той страны. И действительно вот это общение, живое, реальное общение, это для меня самое важное. И, конечно, есть те, кому выставка нужна из профессиональных интересов, ну или по учебе. Мы учимся в магистратуре НГПУ по профилю общеобразовательный туризм и пришли по профессии посмотреть, как работают наши коллеги, турагентства. В целом же туриндустрия сегодня озабочена близостью нового года и, как следствие, всплеском активности населения. Основное это, конечно, и глубина продаж, и открытие каких-то новых рейсов, ну и также презентация, вот куда предпочтет ехать турист. Условно говоря, это курорты будут наши региональные, да, горнолыжные, либо все-таки предпочтут зарубежный отдых. И вот здесь вот борьба и ценовая, и разные интересы со стороны и турагентов, и туроператоров, и участников рынка. Я думаю, что сейчас именно туристы формируют спрос и помогают и туроператорам, и авиакомпаниям сделать будущие тренды. Приятно слышать, что и в Сибири для туроператора клиент важнее всего, что туристический бизнес все больше приобретает цивилизованное лицо. Хотя, как и в любом другом деле, здесь, конечно, есть свои недоработки, явные признаки желания просто нажиться на клиенте. Может, поэтому в России все популярнее становится туризм самостоятельный. Самостоятельный турист с помощью интернет-порталов, с помощью турист-конформационных центров может спланировать свой досуг в любом городе России, ну, в частности, конечно, в Сибири, в Новосибирске. То есть это в тренде, и люди пользуются сервисом, и, конечно, здесь и важно участникам ту рынка, туроператорам понимать, какой сервис они могут предоставить самостоятельному туристу. Возможно, это где-то консультации, возможно, помощь в оформлении документов. Но в любом случае здесь вот тенденция самостоятельного туризма, она все сильнее преобладает на рынке. И, конечно, внутренний туризм, как правило, активный, по-прежнему пользуется спросом. Спрос идет именно на активные туры. Мы проводим сплавы различные, конные прогулки, джип-туры, вертолетные у нас экскурсии, нынче появились. Вот, поэтому мы считаем, что туризм, он имеет место быть активным. Именно на Горном Алтай все-таки надо это больше развивать, я считаю. Развлечения такие, как прыгать с парашютом, нырять под воду, на яхтах, различные поездки красивые, много чего интересного. Если туристу или просто отдыхающему предложат нечто эксклюзивное, как, например, старославянскую кухню, то это пойдет только плюсом. Наши повара делают традиционные напитки старославянские. Также блюда пекут хлеб без дрожжей. Квас, он сделан, ржаной квас без дрожжей абсолютно. Такой квас сделали в 18 веке. На форуме Сибири по развитию въездного и выездного туризма, помимо прочих, рассматривался и вопрос, чем занять иностранных гостей, следующих транзитом через Толмачево. Ожидается, что скоро им разрешат 72 часа безвизового пребывания на территории нашей страны. Выяснилось, что новосибирский турбизнес к этому, в общем-то, готов. К примеру, уже сейчас может предложить авторские туры по городу и области. А посмотреть у нас есть на что. Как известно, столица Сибири достопримечательностями богата.